Библиотека имени Фёдора Абрамова предлагает вашему вниманию презентацию к юбилею Архангельской области. Юбилей области – событие всегда знаковое. Это повод лишний раз напомнить о значении Архангельской области в истории страны, рассказать о том вкладе, который наш регион сейчас вносит в экономику, культуру, оборону, общественную жизнь России. Архангельская область за свою историю претерпела ряд изменений и всё-таки, несмотря на все территориальные изменения в целом, регион остался преемником существовавшей на протяжении веков с 1708 по 1929 год Архангельской губернии, сохранив её быт и традиции. 23 сентября 1937 года была образована Архангельская область. Именно в этот день вышло постановление в ЦИК СССР, согласно которому Северная область была разделена на две самостоятельные административные единицы – Архангельскую и Вологодскую области. Центральный исполнительный комитет СССР утвердил постановление Всероссийского Центрального исполнительного комитета о разделении Северной области на Архангельскую с центром в городе Архангельске и Вологодскую с центром в городе Вологде. Часть городов и районов Северной области были выделены в состав Вологодской области, остальные города и районы остались в составе Архангельской области. В ее состав вошли областной центр Архангельск, Нинецкий национальный округ с тремя районами, Вельский, Верхнетоемский, Велигоцкий, Березняковский, Емецкий, Каргопольский, Карпогорский, Конорский, Котловский, Краснобурский, Лальский, Ленский, Лешуконский, Мизенский, Няндамский, Онежский, Опаринский, Пинежский, Плесецкий, Подосиновский, Приморский, Приозерный, Ровдинский, Устьянский, Холмогорский, Черевковский и Шенкурский. В административном подчинении областному совету депутатов трудящихся находились два сельсовета. Островов Северного Ледовитого океана, Калгуевский и Новоземельский. В целом Архангельская область, хотя и в измененном территориальном составе, осталась наследницей существовавшей с 1708 по 1929 годы Архангельской губернии. 31 октября 1937 года состоялся первый пленум Архангельского областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, на котором был сформирован первый состав обл. исполкома. Первым председателем Архангельского обл. исполкома и членом его президиума был избран Григорий Федорович Кочуров, начальник политотдела Черевковского племенного животноводческого совхоза, выходец из крестьян Малмышского уезда Вятской губернии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1967 года за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Архангельская область награждена Орденом Ленина. Для того, чтобы лучше понять значение Архангельска как центра Поморья и нашей области для России, нужно вспомнить хотя бы коротко основные заслуги Поморов перед Россией. По словам известного академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, прежде всего Поморье – это оплот, кладезь русскости, куда стекалось население, не желающее жить в оковах крепостного права. Свободные Поморы помогли России освоить и мирно колонизовать в XVI-XVIII веках громадные территории Сибири и Дальнего Востока, перенеся туда материальную и духовную культуру северного крестьянства. Архангельск стал подлинной колыбелью замыслов царя Петра I. Ни один царь в истории России нигде и никогда не был столько времени в деловых командировках, сколько Петр был в Архангельске и на севере. Корабли, построенные в Архангельске и перетащенные по государевой дороге на Ладогу, помогли внести перелом в войну со шведами. Поморы помогли возвести новую столицу – Санкт-Петербург. И несмотря на недостаточное внимание со стороны новой северной столицы к судьбам поморов, роль Архангельской региона возрастала в годы тяжелых испытаний. Континентальной благаты 1808-1812 годов, предшествующей Отечественной войне 1812 года, Крымской войны середины XIX века, Первой мировой войны 1914-1918 годов. Достаточно вспомнить, что впервые незамерзающим портом Архангельск стал еще в далеком 1916 году. Славные страницы в историю Поморья были вписаны северянами при советской власти. Архангельская область была настоящей жемчужиной новой экономической политики НЭПа в 1920-е годы, когда потенциал свободных от крепостного права поморов раскрылся всеми красками трудолюбия и здравого смысла. Северный край с центром в Архангельске был валютным цехом страны, основными воротами в Арктику в 1930-е годы. Важная и трудная роль выпала на долю наших земляков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы. А в послевоенные годы регион стал настоящим оборонным щитом страны. Это космодром Плесецк, ядерный полигон на Новой Земле, центр атомного судостроения в Северодвинске. Не случайно Архангельск в канун 65-летия победы над фашистской Германией в 2009 году получил высокое звание «Город воинской славы». Давалось все это для региона дорогой ценой. В ходе советских преобразований было в значительной степени утрачено оптимальное административное деление Европейского Севера. Далеко не всегда государство учитывало интересы северян в реализации своей региональной политики. Превращение многоотраслевого поморья в 1930-е годы в многоотраслевой регион, получивший в устах заезжего руководства наименование «Деревянный Донбасс», потребовало серьезных усилий по корректировке развития со стороны последующих поколений северян. Особенно успешными для Архангельской области были годы, когда областную организацию КПСС возглавлял Борис Вениаминович Попов, обладавший исключительными человеческими и лидерскими качествами. К сожалению, с его уходом развития региона несколько замедлилось. Были допущены серьезные потери в кадровом потенциале, что отрицательно сказалось на развитии области в 1990-е годы. Указом Президента Российской Федерации с передачей ей полномочий Исполнительного комитета Архангельского областного совета народных депутатов и его отделов. Администрация области осуществляла исполнительно-распорядительные функции на основании законов РСФСР, актов Президента РСФСР, а также решений областного совета народных депутатов. 12 декабря 1993 года прошли выборы в Архангельское областное собрание депутатов. Образовано Архангельское областное собрание депутатов. 21 декабря 1991 года состоялась первая сессия Собрания депутатов Архангельской области. Областное собрание депутатов признало полномочия всех избранных 12 декабря своих депутатов. По Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года Архангельская область и Ненинский автономный округ в составе Архангельской области стали субъектами Федерации. С 20 мая 2009 года глава администрации Архангельской области стал официально именоваться губернатором Архангельской области. Архангельская область расположена на севере Европейской части России. Ее побережье на протяжении 3000 километров омывают холодные воды трех арктических морей Белого, Баренцева и Карского. Площадь территории 587,4 тысячи квадратных километров. Административным центром является город Архангельск. К наиболее крупным городам региона относятся Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма. На территории области находятся предприятия федерального значения Космодром Плесецк, Центр атомного судостроения в городе Северодвинске и ядерный полигон на Новой Земле. Область богата лесом, алмазами, нефтью, рыбой, Другими природными запасами. На ее территории находится жемчужина древнерусской архитектуры Соловецкий Кремль. Село Ломоносова, родина великого земляка Михаила Васильевича Ломоносова. Древние города Каргополь, Сальвычегодск. Музей деревянного зодчества Малой Карелы. Уважаемые архангелогородцы, гости города и области. Сердечно поздравляем вас с 85-летним юбилеем области. Желаем дальнейшего процветания. А жителям успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой. Спасибо за внимание.